Это один из пляжей в Одессе. Я вот плыву по дороге. Машина тут уже не едет. Пока папа. Пока. Хорошего путешествия. А вот меня встречает. Я вас китай во видеопольщине. Доброго дня. Здоровенькие булы. На нашем диалекте кажут каю. Классно светит. Так ярко свита и греет. Все снимай. Смотрите какие велодорожки тут. А я на старом месте. Как тут хорошо. Супер просто. Всем привет. Вы сейчас где? А я на море. Черное море. Одесса. Ежевика. Жалко, что она еще не поспела. Она только в конце августа будет спела. Смотрите, какое классное место, где можно поставить палатку. Спокойно провести хоть целую неделю. За водой только надо будет ходить куда-нибудь в поселок. Тут и для костра есть место. Только вот баклажки накидали. Кто-то постарался, даже лесенку сделал, чтобы спускаться было удобно по этой плите. Ветром сдуло бандану мою. Вон она лежит глубоко между камней. Сейчас будем пытаться ее достать. Селфи-палка нужна еще и для других вещей, чтобы доставать, например, вот так вот. Есть. Есть. Да, тут и здесь колючая проволока. Но люди все равно сделали проход и люди купаются. Смотрите, а вот холодильник лежит, который принесло отсюда. Из Днепра принесло. Двери уже оторвались. Тут видно, что бился от камня. Вот рама и пластиковое окно, которое сюда принесло. Вода тут, конечно, прозрачная прозрачная. Это Одесса, мама. Живет и процветает. А ты, Одесса, живи и процветай. Куда поехал? Что может быть проще? Отлинеете, нарисуйте и все. Дорога широкая, почему не сделать здесь? Зелая дорожка. Видите, она немножко... Какой ты лезешь вообще? Это один из пляжей в Одессе. Смотрите, люди купаются. Вода, я тоже купался, вода холодоватая. И вот там вот натянули сетку. Вот сетка натянутая здесь. С белыми буйками. Для безопасности. Чтоб никакая мина не проплыла. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Видишь, что помещается? Вот это дождь идет. А там туда, в ту сторону. Вот этот стоп вот этот, видишь? Да-да. Опа! Потоп! Неизвестно, где шок течет вообще. Надо в обход как-то Дождь в Одессе прошел Это уже несколько... час где-то больше уже прошло Я вот плыву по дороге Машина тут уже не едет Как-то бордюра едет Капец, что я заехал, надо быть глубоко Сильно глубоко Тяжелый случай Тяжелый случай Транвай утонул О, чуть мельче В волну погнали Транвай утонул Друзья, привет! Я на море Сегодня 21 июля Я приехал в Одессу В пять часов вечера Девятнадцатого Ночь была Шумная Два часа ночи Тут работала ПВО Взрывались ракеты Вчера я не выспавшись Потому что ночью Ночью все-таки Заснул Начало первого А в двадцать ночи уже проснулся И заснул потом аж Часом Четыре Немного поспал И катался вчера по Одессе Шестьдесят три километра Накатал Побывал В всех местах Где Раньше бывал Людей немного Было вчера Не знаю Может быть все-таки Вот эти Три дня подряд Атаки Напугали людей Люди Временно выехали Но было людей немного Может быть вечером там собирается В людных местах побольше На тропе здоровья Было Ну Немного велосипедистов Хотя были Вот Даже встретили Встретил меня Один мужчина Который назвал по имени То есть он меня узнал Говорит он здесь известный Какой-то Блогер Политический Вот Я честно сказать не знаю его Хотя лицо какое-то вроде знакомое Но я так сильно политикой Не увлекаюсь Хотя за новостями слежу Сегодня Спокойная была ночь И Хорошо Выспались Я решил Сегодня Второй день провести В Одессе Побыть На море Вчера купался Купался На пляже Пляжи Кое-какие работают Не все Но работают И В принципе я не видел Чтобы кого-то гоняли Или Не давали Возможность покупаться Есть даже Специальное оборудование На пляже Там Натянута Сетка Ну Видно Чтобы мины не заплыли Что еще Такие плавающая сетка С бочками Ну Людей тоже немного Немного Был Возле порта Который Вчера Обстреляли Что я скажу Ну Больших разрушений я не видел Хотя там Идет уборка Стекла Кое-где Волной Повыбивало И убирают Убирают эти стекла Ремонтируют Где-то там Кто-то ходит с лестницей Кто-то провода чинит Кто-то еще что-то То есть Идет восстановление Тому что Было повреждено Деревья Некоторые Попадали Их тоже Посрезали Я видел То есть Люди Спокойно Выполняют Свою работу А еще Вчера Был сильный Дождь Такой Дождь Который В принципе Тут бывает Очень редко Но он бывает И Есть тут места Где в принципе Низины Так вот Там собираются Собирается Эта вода Не успевая Через канализацию Уйти И в принципе Получается Так что По колено воды Транспорт Останавливается И какое-то время Пока проходит Какой-то период времени Чтобы это все должно Все-таки Слиться Вот И я как раз попал В уникальную Такую Ситуацию Это мое любимое место Я люблю купаться Всегда на камнях Прыгать с камней Вход не закрытый То есть Можно сюда Спокойно заходить Так в принципе Так и в прошлом году было И никто тут не Никого не гоняет В прошлом году я здесь Дельфина видел Может быть и в этом году Повезет Буду отдыхать А завтра Поеду Дальше Буду двигаться В сторону Карпата Класс Водичка конечно холодная Но приятно Охлаждать Закрит Дальше Дальше Попал Во Он Дальше Он Более итак за два дня я по одессе наездил почти 100 километров завтра еду дальше то вот здесь я ночевал две ночи три ночи получать да сегодня ветрено и тучки пока хорошее путешествие все пока смотрите вот интересно это полоса стоп для машин а вот видите с выносом полоса стоп для велосипеда это для того чтобы задние машины видели велосипедиста хорошо хотя в правилах не оговорено что велосипедист должен останавливаться за линией стоп но если нет велодорожки допустим из-за бордюра но в принципе это правильно потому что водитель автомобиля может поворачивать допустим направо и вас не видеть поэтому вы должны немножко впереди стоять и в результате он вас видит пропускает а потом поворачивать но здесь есть отдельная полоса для автобусов вот стоит на велодорожке и велодорожка вот опять же стоп а для велосипедов стоп возле самого пешеходного перехода вот это велосипед такое переднее колесо педали его машнецкий и седло там где-то сзади а это для пассажиров для пилота что-то стала камера долго включаться видно чем больше там файлов теме сложней запуск делать надо попробовать сбросить эти файлы в другое место и посмотреть что получится вот в этом месте был потоп вода еще не везде повысыхала вон она стоит уже второй день пошел теряясь кое-где осталось еще 7 километр это я уже 7 километров получается от города отъехал тут новые дома строят муралы такие на на весь дом все связано с детьми фейерверки и дракон стоит красавчик жаль что я по этой стороне еду арбуз 22 гривны при Лиманске видите вон флаги куда дует ветер прямо мне навстречу езда против ветра один километр за два считается по энергозатрате престиж тут мы стояли насмерть чтобы захистить життя одиннадцатый километр новая долина новая долина велосипеды ремонт обслуживания и автодром якисное вино и виноградники тут же виноград еще зеленый велосипед клумба пахнет тут цветочками запахи обалденные шевролет тут гонщица какая-то тяжело сейчас еду в о видеополь туда меня пригласили пригласил подписчик Сергей и скорее всего он меня сейчас встретит а в какую цену арбузики купил арбузик небольшой сейчас упакую его в рюкзак в Одессе арбузы покупал по 35 гривен килограмм а здесь по 20 гривен килограмм я думаю чем дальше от Одессы тем будет еще дешевле барабой о! хоть один спортсмен что-то не приучено не здороваться не нравятся мне эти свинцовые тучи и дождь немножко уже подкапывает еще и ветер гонит прямо на меня я люблю авидиополь заезжаю в авидиополь у меня на спидометре на велокомпьютере на велокомпьютере 50 километров и дождь начинается весело а вот меня встречает я вас китай в авидиопольщине доброго дня здоровенькие булы на кинетство здоров поля мне сердит все едем поехали а то дождь иду да давайте едем кривит кривит да да у меня есть разные есть рассказ белобау и Леся лисенок в Запорожжья шила есть вот а это такие на месте дома ездить маленькие сумочки а еще есть Рокброс тоже таки типа аналог это не боевое оружие это уже памятник все заварено люки заварены никто не забыт ничто не забыто пирожки горячие лиман днестровский супер только погоды конечно нету ветер сильный а пирожки а и туристы В Днестровске, куда я хотел попасть. Это расстояние тут 9 километров. Да, 8-9 километров. По карте надо померять. Местные говорят, что туда нужно специальный пропуск иметь. Ну, або требует местную прописку, або наряд на какие-то работы. Ну, просто так я запитал в полиции, сказали, что как туристу, если не досягнули пенсионного века, то они думают, что все, кто путешествует, могут удрать за границу. Потому что там все-таки Молдова рядом. Отсюда кадр ходит. Ну, не для нас. Ну, и что? Мы там еще побывали. Это получается уже та часть, которая впадает в море самого Днестра. реки Днестр. Вот такая она широкая здесь, в этом месте. Здесь пресная вода, как в реке. Найбільшая ширина 9 километров, довжина 40 километров лимана. Ну, там 9 километров. Ширина. Не всякая птица перелетит. Философ, письменник Овидий. Поэтому здесь Овидиополь. Город Овидия. Овидиополь, место над лиманом, да? Да, над лиманом. Вот так, ему памятник тогда. Раз это в честь его назван город, и памятник ему поставили. Бювет. Это что, с под земли качают, да? Да, водонапор не бачит. У нас уже великие проблемы с водой. И вода качается из-под земли. Немного, как тут глубина, у нас в селе 120 метров. Чтобы досягнуть хорошей воды. Это артизианская вода. Ну, набирай. Все, еще немного. Все. Вода хорошая, без всяких привкусов. Красота тут. Если солнце светило, вообще красиво. Клин полетел. Да. У нас птицей много. Дуже много дичей сейчас. Два вовка зараз застрелили в саду. Два вовка? Да, два вовка пришли оттуда и задерли овец, кажучи. Пришлось. Идем в интересное место. Где-то тут водопад есть. Да. Круче. Тут спуск какой он. Да. Ой. Так можно и покатиться. У меня еще нога немножко болит. Так что я не спеша буду. Не буду бежать быстро. Вот, бачите, что-то видно, или шакал пробег. Что-то такое. Ага, слег. Типа собаки. А вот это вот еще маленькие следы это от фазанов. Дерево называется блок серебристый или маслина. Маслина, да. Да, маслина, ты как. Хороший медонос. Для туристов, конечно, здесь сделано. Классно. Можно тут палатку поставить. Тут родничок есть. Родник? Да. Ух ты. Ну, комаров, конечно, море. Каких-то зеленых. Вот это. Со скалы вода бежит? Да. ух ты. А тут такая заводь, можно еще и ноги помочить. Люди нахуй. Люди нахуй. О, хорошо. Смотрите, прямо со скалы. как это место называется? Весели? 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 роднички. Ой, добра вода. Надо же ее на вкус попробовать. Ну, ну, така, не дожа? Не дожа? Ну, попробуйте, но мне она не подобается. Ну, ладно, не будет. А вот туда что? Спуск? Спуск купаться можно. Купаться можно? Да тут можно целый отдых устроить. Турники. Это ж надо было сюда турники сделать. Еще одно место. Тут, наверное, местные приезжают шашлык жарить. Да, да, да. Бассейн тут сидит. А тут пятна вода. А что, что она не бежит? Ну, бежит, бежит не тебе слава. По Саганиньку, да? Да, но тут... Но она фильтруется через песок тут. Да, тут пятна вода. Сюда с велосипедом забраться тяжело, конечно. Хотя, классно было бы. А вон прямо ему, бачу, перед нами крепость. Ага. Что-то бачу. Но поганно. Ой, а вода какая теплая. Штурная, а водится грязно за то, что шторм. Ну да, шторм, конечно, серьезный. Из-за большого ветра. Противогонное устройство. Село Калаглия. Калаглия. Да. А Ведебольская территориальная громадка. А, это от слова глина. Да, особенная глина. Особенная. Серая такая. Дуже богатая глина. Вот это вот такая вот глина. А это для канализации. Глина такая здесь. Си, не такая. Это вот глина. Это делают канализацию. Они будут поставить круги, да? Эх, зеленая еще. то велосипеды, что... Слушай, а вино робишь? Не, я его дарю людям. Дарю? Ему и отдаю друзьям. Ничего не роблю. А друзьям? это волкова ссора. Ага. В дворе пасека. Оп, полетел. Класс. А вот аппарат. Дым пускать так. Классно. Старинный такой. Сергей пригласил меня в гости. И не хочется отпускать. Говорит, тут будешь ночевать, потому что там везде тут приграничная зона, нельзя здесь ночевать с палаткой. Поэтому надо будет завтра выехать с утра и эту приграничную зону надо все проехать за раз, чтобы не останавливаться на стоянку. Целком верно. А тут все балакают украинскую мову? Ну, в основном, да. У нас суржиком говорили, специфичная такая новая. Вы, когда будете ехать, вы почуете, диалект есть. Но есть села, которые по-рознему, есть по-российски, есть на украинской мове. Кто как? Ну, больше сейчас говорят украинской мовы. Або украинской мовы с местным диалектом. Вот как я вам сказал. Так везде. Да. Ну, например, я не думаю, что в каких селах, например, говорят на велосипед Лисапед. Да, Лисапед. Ну, в селище місского типа Овідіополь, да. А люди говорят Відіополь, еду в Відіополь. Скорочено. А песня есть Лисапед. Лисапед мой, Лисапед. Або, например, слышала такую песню? Чукань, да. Або, например, скажут котлети, да, у нас скажут котлети. Ну, да. Або не прати, а стирати. То есть, ну, таке вот, стирать, а постирать. Стирка, Да. Ну, мелкая рыбка не тюлька, а коротулька. О, а тут парка. А то, что оно грязное, то не страшно? А это специально, чтобы солнце закидывают болотом, чтобы солнце не... Чтобы не так жарко было? чтобы не просвечуло солнце и не горела плесква. Ага. И тут такой печик растет, красивый. Красненький. А, специально обляпали, Да, вот помидоры здесь. А тут сетку якусь натянули. Да, сетка затеняющая. Капельная. А оно еще не спило? Спить, спить, их выбирают. Просто сегодня... просто зібрали... Сегодня выборка была, да. А я тут, я вижу капельное... Да. Капельное орошение. Орошение капельное. Вижу капельное. Мы сьогодні ели те помидоры, которые позавчера мы тут рвали. Помидоры вкусные. Да. Можете вырвать и поесть. Вот я нестандартный сорву. Так, пожалуйста. Тут есть порченный вот. Все равно такой не продадут. А тут уже теплицу снимают или как? Чи тут без теплицы? Тут просто в открытом грунте. И везде вода проведена. Да, да. Кругом капельное орошение. Краники. Да. Фильтры. Фильтры. Системы расподилов. Ужас. Тут инший сорт помидор. Да, вон баклажаны уже, вижу, спелые. Баклажаны есть, да. Это вообще гигантские. Да, это здоровые повырастали выше человека. Выше меня. Ох, шторм вообще разгулялся. Тут штурм, как на море. Да. Я хотел покупаться. Тут скаламученная вода. Да. Сильно скаламученная. А сюда хлопцы приходят купаться. Да. А вон, смотрите, как крепость видно. Видите вот? Ага. Рибательский каюк. Каюк? Каюки, да. Так, лодка така, зроблена з дерева, обсмолена. И рыбаки на ней ловлять рибу. На нашем діалекті кажуть каюк. Ну, подібного роду використовують еще там... А когда кажут каюк тебе... Да, все. Використовують еще на Дунайи. Рибаки у Вилково. И номер есть. А они все зареестри, да? А яблоки. Да. Заплав хресло. А сейчас выход заборонен. Раз, два, три. Три кота и кицка. Кицка и три кота. Домашнее хозяйство. О, это кот сразу видно, да? Кот. Вот это туристический, да? Да, я в основном по пересеченке. Это GT Valanchelit 2018 год. Я ним по пересеченке ездил. Ручки удобные, хорошие. Да, грибсы такие. Вот это я ним по пересеченке. Китайский, да? Да, по Алиэкспрессу. Гидравлика. Да, гидравлика. Все по кругу. А это еще управляются. Это получается, когда я зафиксировал. Да, раз и получается. Вот. Зафиксировано, она стала жесткой. Ага. Раз, и она тогда. Понятно. А вот эта красная зачем? Чтобы рукой отралили? Это в случае отсутствия электричества. Я за ней могу смыкнуть и толкнуть ворота. И за счет вот этих вот пружин, они убегут вверх. Я смогу уже с ним воспользоваться. Выехать, заехать. Вот. Сейчас с работой автоматика, и они хопят, и все. Это вот пуховик, да? Да, это пуховый спальник. И сколько он стоит такой? Ну, надо сейчас дивиться, сколько на насаде. Это же фирма Turbat. Turbat Kuk 700. Ну, кто-то будет... Я хожу в горы. А, он до минус 14, до минус 35. Ну, это не надо дивиться. Это вот так, да. Ну, просто я мерзляка. Лайте, минус 14. То есть, для человека, это же для женщин комфортная температура, скажем так, да, допустим. Ну, я мерзляка, мне комфортно бувает, вот, например... Подожди, для человека меньше температура. Минус 7, да. Человек более устойчивый до холодных температур, чем женщин. Вот. Вот фонарик. Классно светит. Так ярко свита и грие. Еще и грие. То есть, для зимы тут на резьбе, да? Да, на резьбовый баллон. А вот, смотрите, есть горелка без резьбы. Видите, она ценовая. Это, да, это вот этот, кампигаз. И здесь вот такой вот, другой совсем выход у газа. Такие используют в Турции и во Франции, я это понял, да? Да. Одно вот такие вот. То есть, в Турции и во Франции вот такие получается с резьбой не купишь. Нет, это вот под резьбу обыкновенный, да? А вот эти вот, получается, вот, они получается без резьбовые. Тут нет резьбы. Да. Изи клик называется разъемчик. Вот такие написаны. Изи клик. Понятно. Вот. И под него, да, вот такая вот горелка специфическая. Да, вот горелка. За счет того, что он там, как бы, в пазах распирается и все. Тоже очень эффективно. Да, если поехать в Турцию, то получается вот только такие баллоны. И обычно, если ты какую-то горелку купил, вот с такой. Если какую-то горелку купил с такой вот, получается, резьбовой, то она, и не поставишь ничего. Это вот и освещение, обогрев вот так вот. Супер. Да. Но надо очень аккуратно пользоваться, потому что температура очень высокая. Стекло, получается, в палатке. Чтоб не загорел. Да, чтоб не загорел. Это там колыбы, где-то там какие-то помещения. Вот получается, если у вас есть излишки газа, можно... Ну, исходы, расходы очень мало газа. И довольно-таки эффективно. Новая пила. Парфянная новая пила. Ленточная раскладывается. А сюда, наверное, надо ручки какие-то привязывать. А, вот ручки. Вот есть ручки, да. Ага, вижу. Ниже так вот. Ну, да, острая такая. Каленая. У него. Ну, еще так ни разу не пробовал. Ага. То есть специально заряжать баллоны. Да, с больших баллоней заправлять маленькие баллоны. Понятно. У-у-у. Вот еще. Ну да, это уже готово. Да, это уже готово. Все, снимай, будем кушать. Вино холодненькое, красное. И у нас есть еще коньячок. Вот такой шашлык. Я хочу, чтобы... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok